Ой, вот если стоите, то лучше присядьте, потому что сейчас такую новость зачитаю Сам офонарил, честное слово, когда на неё наткнулся, готовы Иллюзиониста Маяка Копян наложил заклинание на новый, десятый пакет антироссийских санкций Чего? Того! Похоже, ребята из сумасшедшего дома, простите, из телевизора придумали, как с санкциями бороться Нет, ну а чего? По-моему, грамотный подход Сим Солябима, Ляськи, Масяськи и всё И мы сразу попадаем туда, куда так долго собирались Нет, не в рай, гораздо ближе За следующие пять лет войти в пятёрку крупнейших экономик мира Абсолютно реальная задача Да-да Причём ведь на самом деле, да, мы столько времени к онам ушли С 2007 года, если мне память не изменяет Владимир Владимирович обещал, что Россия войдёт в десятку крупнейших экономик мира А потом, видимо, немного переоценил свои силы Или, как сегодня модно говорить, перегруппировался Ну, в десятку это ж не про скрип державу, верно? Мелко как-то широты размаха не хватает А посему великий кормчий решил сразу на пятёрку замахнуться И, в общем, медленным вальсом Россия в нужную сторону ковыляла всё это время Да продолжает И из чего, собственно, проект состоит? Главное, человек и сбережение народа Уровень бедности в ближайшие шесть лет должен быть снижен вдвое Структура занятости обязана стать более динамичной и современной С тем, чтобы производительность труда повышалась Вот главный источник всеобщего роста А люди больше зарабатывали и лучше жили А вообще, эта запись ещё старая, 2018 года Тогда представления об экономике у всех у нас были другими И даже у Киселёва Оглядываясь же назад из сегодняшнего дня Мы должны понимать, точнее, они должны понимать Что допустили большую ошибку А Копяна нужно было главой Минэкономразвития назначать Давно бы уже Как у Христа за пазухой жили у чувака И программа по оздоровлению экономики имеется И положительный опыт Ну вот, чтобы не быть голословным Официальный сайт НТВ Публикация от 26 февраля Иллюзионист вспомнил, как в 2015 При помощи заклинания Сим, саляби, махалай, махалай Доллар сжигай, рубль спасай Смог помочь отечеству Волшебство подействовало Американская валюта сразу ослабла Да что ты, черт побери, такое несешь? Слушайте, я действительно не могу нести всю эту ересь На серьезных щах Это какая-то конкретная кринжатина Потому что бред сумасшедшего Ладно, это реальная журналистика С новостями из дурдома, как обычно Но нет у меня других в текущей парадигме Поехали! А вообще, конечно, удивительно складывается ситуация В 2023 году мы с вами живем всего ничего Два месяца только А я уже не впервые за это время Отчитываюсь о пользе санкций Которые нас постепенно догоняют Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся Мы уже научились это делать И обратим в конечном счете Все эти действия на пользу Нашей собственной экономики Нашему собственному экономическому развитию Но не забудем тех Кто продолжает эту антироссийскую политику Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа Ну да, мы отвлеклись По итогам января А это следует из данных Минфина Дефицит федерального бюджета составил почти 2 триллиона рублей Чиновники, правда, тогда пытались выкрутиться Объясняли образовавшуюся дыру Ну, мол, год только начался Все еще идет раскачка Вот только и через месяц Финансовое положение страны не улучшилось Пожалуйста, 20 февраля Все, тот же Минфин продолжает радовать Ребята А расходы-то у нас растут Почти 5 триллионов уже ухнули А вот с доходами как-то не очень Около триллиона пока собрали И это все То есть и минус 4 уже Для тех, кто не понимает Много это или мало В очередной раз Давайте на пальцах Короче, общий бюджет Весь годовой Должен был составить 30 триллионов рублей Ну там плюс-минус От этой цифры Отталкивались и экономисты И правительства Когда строили планы На текущие 23-е На какие шиши жить На что есть пить Чем пособия Пенсии Зарплаты выплачивать Вот только уже сейчас У нас недобор В 13 с лишним процентов А сегодня 1 марта Напомню То есть мы еще Только-только Стол накрыли Только-только Собрались обедать А уже понятно Еды на всех не хватит Сегодня натовские леопарды Попали на Украину И нам есть Что ответить По этому поводу Поздравляем с масленицей И по традиции Предлагаем Жечь Одно Очень страшное Чучело Старина Джо Любая Ваша Кошка Типа Леопарда Для нас Все равно Что домашняя Мурка Фу Я недаром Вот этих Недалеких бабушек Показал Которые В силу Своей Безграмотности И невежества Не осознают Всей прелести Ситуации И ее последствий Ну слушайте А пропагандисты Они ведь должны понимать Что перспективы Отнюдь не радужные Вырисовываются Тогда какого хрена Они эту шизоидную Бредятину В эфир Тащат Клоуна Копян Которого достали Из пыльного сундука Сделает пару пассов Руками И с помощью Лясик Мосясик Спасет Российскую экономику Совсем С ума сошли Что ли Или пропагандисты Не одупляются Что они же Что им же Первым прилетит Ну вторым Хорошо Первыми как раз Вот эти вот Шизоидные бабушки Станут Слава богу Что мы Живем В России А не в Америке Слава богу Да я пойду В люк набухаюсь Я не оговорился Сейчас Самыми первыми При хреновом раскладе Под раздачу Попадут именно Пенсионеры Ну естественно А где деньги то брать Которые так нужны В том числе На спецоперацию В том числе На бесконечную пропаганду Деньги ведь На деревьях И не растут Да правильно В пенсионном фонде Или Как он там сейчас называется Социальный Вот в нем А следующие На очереди Бюджетники В том числе Пропагандисты Пока наверное Региональные Я ведь рассказывал Вам уже У нас сегодня 33 миллиона бюджетников Половина От общего числа Работающих граждан И это не только те О ком вы сейчас подумали Врачи Учителя Силовики Чиновники Нет Там еще Целая куча Трутней Или правильнее Будет сказать Паразитов Внимание На экран Внимание Вопрос А кем же тогда Работает вся остальная Обслуга То есть Примерно 25 миллионов Рыл Которые Мы с вами Также содержим А я вам скажу Это работники Всяких Гупов Шмопов Телерадиокомпаний И так далее То есть По сути Это Бумажка Перекладывателей По совещаниям Ходители Окончание Рабочего дня С самого утра Ожидатели И прочие Полезные Для страны Люди Зарплаты которых Кстати Нередко Весьма и весьма Достойные Ну вот например Экс-журналист Первого канала Петр Толстой Согласно Налоговой декларации За прошлый год Этот талантливый Россиянин Обошелся Отечественной Казне Аж в 43 миллиона Рублей Вот тут Для начала Нужно пояснить Для чего Государство В принципе Наплодило Столько дармоедов Хотя на мой взгляд И так Все понятно Ну потому что Весь бизнес В путинской России Всегда строился На распилах И откатах Есть госзаказ Какой-нибудь Естинное количество Миллионов Миллиардов Вокруг этих денег Трясутся Там 133 фирмы Прокладки Принадлежащие Чьим-нибудь Детям Чьим-нибудь Женам Чьим-нибудь Любовникам И любовницам Ну вот так Вот у нас Дела делаются В новой России Воруют Воруют Сотнями Миллионов Сотнями Миллионов Уже Несколько Десятков Уголовных Дел Водопрождено Состоялись Уже Решения Судов В тюрьме Люди сидят Нет Порядка Так Там до сих пор Не удалось Навести Как следует Ты Сбрав А второй момент И вот здесь Все гораздо Более прозаично Мы о простых Смертных Уже говорим Все эти дармоеды Они же еще и Электорат Действующего режима Их грубо говоря Подкармливали Долгие годы Ребятишки За это на выборах В знак благодарности Голосовали Как положено Недаром же Вот это вот Уатное утверждение В какой-то момент Появилось При Путине Стало лучше Ну конечно Конкретно им Стало лучше И оно понятно Человек Ни хренища не делает Годами Штаны протирает В какой-то Сомнительной Богом забытой Бюджетной конторе Даже не отражая По большому счету Зачем он сюда приходит И какую пользу Обществу приносит Но Зато зарплату Получает стабильно Вовремя В пандемию Например И вовсе Все эти дармоеды По домам Сидели месяцами Но бабки По-прежнему Своевременно Получали Потому что Главный Так повелел Сейчас крайне важно Предотвратить Угрозу Быстрого Распространения Болезни Поэтому Объявляю Следующую Неделю Нерабочие С сохранением Заработной платы В этой связи С учетом Сложившейся Обстановки Безусловно Поддерживаю Предложение Ваше предложение Уважаемые коллеги Об объявлении По всей стране Нерабочих дней С сохранением Заработной платы В период С 30 октября По 7 ноября Включить А нам и нормально Мы же русские люди Классно Сидишь ты Полгода дома А зарплата Капы Че так не жить то И разве можно Такого доброго царя Не любить После Вот только Баста Карапузики Кончились А танцы Не нужны Во Владимиру Путину Больше как Голосующий Электорат Перед кем Ему сейчас И видимость Демократических Процедур То изображать Все Вы отработанный Материал И от вас Смело можно Избавляться А нужное Количество Голосов Да специально Обученные люди Нарисуют Через какое-нибудь Дистанционное Голосование Так что Готовьтесь В скором Времени Пополнить Армию Безработных Не до кринжовых Шуток Про Акапяна Будет Да и вообще Не до шуток Помирать Так с музыкой Это кстати Еще называется Оптимизация А как вы хотели Или вы думали Чинуши на себе Экономить Собираются На друзьях Олигархах Которых Начинут Раскулачивать Держите Карман шире Использованное Изделие Номер 2 В данном Случае Это вы А им там Наплевать На то что У вас дети Кредиты Еще какая-то Засада Ну в край Вот такую Работу Могут Предложить Парни Реклама На телеканале Соловьев Лайф Записывайтесь Чивакован Вы научитесь Мужской работе И достойно Встретите Третью мировую войну Пошел 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 Кстати Решили Мы теперь Делать Программы Чуть Покороче Зато Почаще Будем Их Выпускать Если Есть Какие-то Предложения Еще Жду В комментариях Это была Реальная Журналистика Подписывайтесь На канал Лайки Репосты Приветствуются В соцсетях Тоже Жду В друзья Добавляйте Темы Предлагайте Поднимем Обсудим А я Засем Спешу Откланяться Пока Пока Продолжение следует